На просторах ютуба огромное количество видеороликов о спортсменах с тяжелой судьбой, добившихся при этом высоких результатов в спорте или каком-нибудь другом ремесле. Однако, сегодняшний выпуск особенный, ведь речь пойдет о человеке, который прошел через настоящий ад войны, умудрился при этом выжить и в возрасте, в котором обычно заканчивают карьеру, выиграть олимпийское золото. Я правда не понимаю, почему об этом человеке так мало сказано, ведь такие люди действительно заслуживают того, чтобы их история оставалась в нашей памяти как пример мужества и силы воли. Сегодня мы это исправим. Присаживайтесь поудобнее. Мы начинаем. Речь сегодня пойдет о Викторе Чукарине. Достаточно сказать, что этот человек прошел через 17 концентрационных лагерей, в том числе и Бухенвальд. Для людей, хоть немного знакомых с историей, сразу становится понятно, какой мрак пережил этот человек. Люди в концлагерях работали до изнеможения. Многие из них сами бросались на колючую проволоку, чтобы умереть без мучений. А Виктор не только не собирался сдаваться, а еще и подсматривал у немецких солдат трюки, так как некоторые из них занимались на перекладине. И Германия, к слову, в те времена была лидером в этом виде спорта. А вот Виктор мог только стоять и смотреть, ведь, как вы понимаете, в те времена он больше напоминал ходячий скелет, чем спортсмена. И сил не было даже на то, чтобы нормально передвигаться. Последним лагерем для Чукарина стал Зандбостель, где он провел долгих 4 года. Затем их увезли в Балтийское море с целью утопить. Однако баржу перехватило английское сторожевое судно, и для Чукарина этот день стал днем освобождения. Еще до войны этот спортсмен уже стал мастером спорта в возрасте 19 лет. Желание заниматься гимнастикой у парня не пропало и после войны, однако путь предстоял нелегкий. По окончанию войны Чукарину было уже 25 лет, и вернувшись домой, его в прямом смысле не узнала родная мать. Будущий чемпион весил 40 килограмм, и единственной отличительной чертой был шрам на голове, полученный еще в детстве. К первым своим олимпийским играм спортсмен подготовился аж будучи в возрасте 30 лет. Для профессиональной гимнастики это уже, как вы понимаете, очень много. Все в один голос говорили Виктору, что у него не получится попасть в тройку. Но спортсмен не только вошел в нее, а и выиграл олимпийское золото, да еще и целых 7 раз, совершив свою профессиональную карьеру в возрасте 35 лет. Последние олимпийские игры для спортсмена, к слову, стали самыми успешными. Тогда он завоевал три золотых медали, одно серебро и одну бронзу. По завершению карьеры спортсмен вернулся в Украину и стал тренировать наших гимнастов, получив звание заслуженного тренера СССР. Но несмотря на то, что Чукарин подготовил более 30 мастеров спорта, входящих в сборную СССР, никто так и не мог превзойти достижений тренера. Такие истории, как эта, действительно уникальны и редки. И ровно год назад я уже делал подобный сюжет об Иване Удодове. Тот и вовсе после войны весил 28 килограмм, и его буквально выносили из концлагеря на носилках. Я делаю сюжеты подобные этому, потому что считаю, что в наше время недостаточно знать того, кто такой Конор Макгрегор и Флойд Мэйуэзер. Я ни в коем случае не провожу параллели между жизнью и успехом этих спортсменов. Однако считаю, что герои прошлого заслужили, чтобы о них знали не меньше, чем о тех, кого мы называем легендами в настоящем. Спасибо всем, кто поставил лайк и поделился этим видео. А я буду стараться и дальше искать атлетов, подобных Виктору и Ивану, которые неоправданно быстро затерялись в истории. Что ж, а на этом все. Подписывайтесь на мой канал, если выпуск вам понравился. И мы обязательно увидимся с вами снова. Всем пока! Друзья, небольшое объявление для тех, кто досмотрел этот выпуск до конца. Два года видео на нашем канале монтировались не только мной, а и еще одним человеком. Но на данном этапе, ввиду некоторых обстоятельств, монтировать ролики буду я один. Если вы умеете делать хороший монтаж, хотите работать вместе со мной над проектом, напишите мне в Телеграме, ВК или на e-mail для уточнения деталей. Все ссылки будут в описании. Всем спасибо!